В высшей лиге у смартфонов есть несколько отличных игроков и чаще всего в этой категории пользователи выбирают между iPhone и топовыми устройствами от Samsung. Их сравнивают вдоль и поперек, к ним придираются из-за малейших недостатков, именно от них требуют максимального качества и инноваций. Модели линейки Galaxy S одними из первых получили изогнутые экраны, но довольно долго обходились без вырезов. В этом году они появились, но не в форме привычной брови или слезы, а не обычной точки в углу экрана. И на этом новшества не закончились, я какое-то время провел с Galaxy S10 и сегодняшний обзор именно о нем. Как это часто бывает, к нам в редакцию попал не релизный образец и без всего, что обычно есть в коробке, только сам смартфон. Полная комплектация включает в себя блок питания с поддержкой быстрой зарядки, скрепку, пару переходников для разных USB-разъемов, брендированные наушники АКГ и документацию. В зависимости от региона может попасться и силиконовый чехол, а одного из переходников может не быть. К этому смартфону не лишним будет прикупить и фирменную индукционную зарядку, которая поддерживает функцию Fast Charge. В глобальном смысле сильных изменений не произошло, это все еще стеклянный смартфон с алюминиевой рамкой и заглотыми к углам панелями. Из заметных изменений, кроме выреза в экране, поменялась форма блока камер, где добавили еще один сенсор. Именно по этим элементам можно узнать новинку. В общих чертах устройство не выглядит чем-то новым, особенно если пользователь до этого был знаком с предыдущими моделями. Размер корпуса стал совсем немного больше, хоть и потоньше. Всему виной увеличившийся экран, но на удобство использования это сильно не сказывается. Для такого большого дисплея это вполне себе небольшой корпус. Смартфон удобно держать в руке и потом кинуть в карман, где он не сильно мешает, но перехватывать его все равно придется во время использования одной рукой, тут уже никуда не деться. Из цветовых вариаций на украинском рынке будут представлены черный Onyx, перламутровый белый и Aquamarine, которые как раз у нас. Выглядит цвет очень мило, переливаясь несколькими зеленоватыми оттенками в зависимости от угла и освещения. На других рынках есть и не такие цвета, но во всех случаях рамка вокруг экрана будет черной. Основные элементы управления остались на своих местах. В компании таки услышали пользователей, в топовых смартфонах теперь можно будет переназначить клавишу вызова Bixby родными средствами. Но больше всего нравится, что S10 остается одним из немногих флагманов, которые не избавились от классического разъема для наушников, при этом степень защиты от влаги и пыли стандарт тоже не меняет IP68. Несмотря на легкие изменения в оформлении, ощущения новизны от устройства нет, хотя выглядит смартфон замечательно. Насколько можно судить по тестовому экземпляру, найти серьезные изъяны в сборке будет очень сложно, если не придираться к асимметричному расположению разъемов на нижнем торце. Но вот тех, кто ждал какие-то существенные обновления дизайна, этой моделью порадовать будет сложно. У нас под рукой оказалось несколько фирменных вариантов чехлов. Кожаный, прорезиненный и глянцевый пластик с LED-подсветкой. Внешний вид у них хороший, ощущаются они приятно. Разве что глянец может изнашиваться быстрее остальных, но и это будет зависеть от степени осторожности самого владельца. В S10 экран называется Infinity-O Display, теперь его диагональ составляет 6,1 дюйма. Для любителей тонких рамок тут просто заглядение со всех сторон. Загнутые бока никуда не пропали. Выглядят они красиво, но только в некоторых положениях можно случайно что-то задеть, а система не всегда распознает это случайным касанием. Привыкнуть к этому можно, руки сами приноровятся в дальнейшем избегать таких нажатий. Произрешение немного подросло и теперь равняется от 3040 на 1040 пикселей, что в свою очередь составляет 550 ppi. Соотношение сторон 19-9 как обычно заставит выбирать при просмотре стандартного видео между черными рамками по бокам и немного обрезанной картинкой сверху и снизу. Во втором случае еще нужно мириться с вырезом камеры в углу. Правда, все чаще попадается широкий контент, но вот адаптацию некоторых приложений к вырезу придется подождать. Мне, например, попалась несостыковка в Android Auto. Картинка как всегда у Samsung отличная, матрица из Super AMOLED эволюционировала в Dynamic AMOLED и получила поддержку HDR10+. У экрана есть два основных режима Vivid и Natural. Первый, как обычно, перенасыщенный, яркий и цветастый, зато позволяет немного настроить цветовую температуру под личные предпочтения. Natural как раз попадает под цветовой профиль DCI-P3, но при переключении он выглядит тускловатым на фоне стандартного. Независимо от выбранного профиля экран выглядит шикарно и придраться совершенно не к чему. Разве что традиционно для таких матриц под углом можно получить зеленоватый фильтр картинки, но в реальной жизни вряд ли кто-то смотрит на экран под таким углом. Зато за свои заслуги дисплею досталось звание лучшего по результатам ревизии от DisplayMate. С подсветкой все в полном порядке, в солнечный день прикрывать дисплей рукой практически не нужно. В остальном с работой экрана все как обычно, сенсор срабатывает идеально, есть функция Always On Display, фильтр синего цвета для вечера и так далее. Для прочего удобства смартфон может узнать владельца по лицу. Для этого используется фронтальная камера, способ не новый, которым уже владеют даже бюджетные смартфоны. Его недостаток заключается в надежности, ведь с помощью банальной видеозаписи с лицом владельца можно вскрыть защиту, об этом производитель предупреждает при настройке. В целом она работает, но больше внимания я старался уделить новому сканеру отпечатков пальцев. Заметной отличительной особенностью S10 является дактилоскопический датчик, который встроен в экран. Он ультразвуковой и в отличие от оптического способен лучше работать в сложных условиях, когда пальцы мокрые или вокруг много света. Расположен датчик внизу экрана в области первого ряда иконок рабочего стола. На заблокированном дисплее система подсвечивает его расположение соответствующей иконкой. Привыкнуть к позиции совершенно не сложно, другое дело, если по нему не попасть сразу, придется сделать еще одну попытку, а тактильно датчик совсем никак не ощущается. Но в случае прямого попадания он срабатывает быстро и чаще всего точно, правда реализация емкостных сенсоров например кнопки Home мне импонирует куда больше, да и субъективно срабатывают они лучше. Для тех, кто периодически слушает музыку со смартфона и тут есть хорошие новости. В Galaxy S10 один основной динамик, которому аккомпанементом подыгрывает разговорный. Вместе они на мой вкус, если не лучшие, то одни из таких. Звук громкий, детальный и выразительный, с хорошим, как для смартфона басом. Видео, игры, музыка, все дается динамиком с отличным качеством воспроизведения. Использовать наушники при этом никто не запрещал. Стандартный 3,5-мм разъем пока остается на месте. Подручные арматурные Ultimate Ears звучат с S10 хорошо, без каких-либо заметных искажений в сравнении с привычными источниками звука. Ну а приверженцев беспроводных гарнитур тут ожидают все тот же Bluetooth 5.0. Разговорный динамик аккуратно спрятан в рамке, его мощности достаточно для большинства ситуаций, что неудивительно с учетом того, что он может подыгрывать основному. Микрофон хорошо улавливает и передает голос, но система шумоподавления может пропускать посторонние звуки в разговор, даже когда сам пользователь молчит. В идеале она должна вести себя немного по-другому. Из-за все еще неразрешенных споров между Samsung и Qualcomm, флагманы линейки Galaxy S выпускаются в двух вариантах компоновки железа, а именно фирменным процессором Exynos или со Snapdragon. В Украину поставляется первый, а это значит, что в образце из официальной розницы пользователь получит восьмиядерный Exynos 9820 с видеоскорителем Mali-G76. Американскому рынку достанется Qualcomm Snapdragon 855 с Adreno 640. Такие наверняка и у нас будут продаваться сиряком. Остальные характеристики одинаковы для всех регионов. 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 512 ГБ накопителя со слотом для карт памяти, Bluetooth 5.0, поддержка нового Wi-Fi-стандарта AX, NFC, работа с Samsung DeX, в общем смартфон может практически все, кроме работы со стилусом, что все еще остается привилегией линейки Note. Несмотря на то, что у нас тестовый, а не релизный образец, ему ничто не помешало отлично себя показать в повседневной работе. Я больше недели провел с ним, и за это время не случилось никаких неприятностей. Тесты показали высокие результаты, которые логично превзошли прошлогоднюю модель. Про все обновления в дизайне пользовательского интерфейса мы совсем недавно подготовили отдельный материал, ссылка на который есть в описании. Интерфейс, обычные приложения и игры, все это работает идеально. Единственное, что обратило на себя внимание, игры могут ощутимо нагревать корпус, но такой грешок есть не только у этого смартфона. Естественно, в S10 установлен Android 9.0 с фирменной оболочкой One UI. От себя остается добавить, что изменения действительно хорошо сказываются на ощущениях от работы с устройством, как в удобстве использования, так и эстетически. Емкость батареи для S10 увеличили до 3400 мАч. Наш, хоть и тестовый образец, выставил 7,5 часов в тесте автономности PCMark. Это неплохой результат. Мне на день всегда хватало смартфона, но игры частое использование камеры или навигации могут сильно сократить время работы, поэтому за оставшимся зарядом батареи приходилось посматривать. В среднем у меня получалось, как обычно, около пяти часов работы экрана в день, а заряда оставалось в районе 20%. Само собой, новый флагман умеет быстро заряжаться по проводу или на фирменных индукционных станциях. Удивить этим уже сложно. Другой интересной особенностью является возможность превратить смартфон в беспроводную зарядку и немного поделиться зарядом с наушниками, часами или другим смартфоном. Пусть реальный кейс использования не кажется сильно востребованным, на практике столкнуться с таким случаем у меня получилось прямо в ходе тестирования. Все же вишенкой на торте в S10 стали камеры. Именно им уделили больше всего времени на презентации и именно они являются главным козырем перед предыдущими поколениями. Телефото с разрешением 12 Мп, апертурой 2.4 и 45-градусным углом обзора. Стандартная с таким же разрешением, светосилой 1.5 или 2.4 в зависимости от режима и углом обзора 77 градусов. А также ультраширокоформатная камера с размахом 123 градуса, апертурой 2.2 и разрешением 16 Мп. Теперь по порядку и начнем с основной. Стандартный модуль не разочаровал. Это все еще одна из лучших камер, которая позволит делать потрясающие снимки в практически любых условиях. И при этом не нужно сильно стараться, с большой долей вероятности снимок выйдет хорошо с первого дубля. Тут все в лучших традициях Samsung, довольно точный баланс белого, отличная цветопередача, быстрая наводка с высокой детализацией в снимке и так далее. Хвалить камеру можно очень долго. Телевик позволит получить оптический зум. Пусть не так часто востребована подобная функциональность в смартфоне, рано или поздно применение этой камеры лишний раз найдется и ее наличие уже не будет казаться лишним. Но в недостаточном освещении все равно будет задействована основная камера с цифровым кропом. Снимки же совершенно не разочаровали. А то, чего так не хватало в смартфонах, это классные широкоугольные камеры. С большим углом захвата можно делать просто потрясающие снимки с эффектом fisheye. И теперь для этого не нужна внешняя линза или прочие аксессуары, достаточно просто смартфона. Да, местами объекты сильно искажаются, но иначе не выйдет. Качество фотографий получается на глаз таким же, как у основного модуля. Во всяком случае, я не вижу сильного перепада картинки между разными камерами. О чем стоит помнить, это о пальцах, которые могут попадать в угол кадра, что весьма просто при таком обзоре. Live Focus все еще не идеален и местами может замазывать лишнего, либо оставлять за границей что-то в фокусе. У этого режима появилось несколько новых эффектов, но ничем больше он порадовать пока не может. Видео тоже можно записывать на новый модуль, но только при 30 кадрах в секунду. А обычные записи можно делать с 60 кадрами. Само собой, максимальное разрешение видео составляет 4К. При этом видео записывается с поддержкой HDR10+, есть стабилизация, замедленные суперзамедленные съемки и все прочие возможности, которые были до этого. Фронтальная камера у S10 одна, но и она старается мылить фон. Ее разрешение составило 10 мегапикселей, угол обзора 80 градусов и значение диафрагмы 1,9. Качество снимков хорошее, есть два режима, один из которых предполагает несколько человек в кадре, а второй больше рассчитан на одного. Снимки получаются хорошие, даже в сложных условиях искусственного освещения. Приложение камеры теперь может само подсказать, как сделать снимок лучше. Заодно тут есть популярный AI, который распознает 30 различных сценариев снимка и автоматически старается подобрать необходимые настройки. Агрессивных действий этого режима нет, поэтому отказываться от него не стоит. В остальном в приложении мало что изменилось. Покупая флагман, от него хочется получить максимум возможностей смартфона, а не думать о том, что конкуренты могут делать что-то лучше. Гаджетов, которые могут практически все, на рынке совсем немного, и Samsung Galaxy S10 один из таких. У него отличный дизайн, шикарный дисплей, он классно звучит, очень производительный, протянет денек без розетки и сможет делать отличные снимки и видео. В общем, все, что можно ожидать от флагманского смартфона. Пожаловаться можно разве что на не самую безопасную разблокировку по лицу и стоимость, которая снова подросла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok